Всех приветствую на моем канале. Государственное предприятие NAMI наконец-то опубликовало первое официальное изображение перспективного премиального внедорожника Aorus Commandant. Но для начала я хочу вам порекомендовать один очень интересный автомобильный сайт. Это проект от отечественных разработчиков под названием 1000auto.ru. На сайте представлены все автомобили, которые есть в продаже или когда-либо продававшиеся в России с ценами и комплектациями. По моему личному мнению, данный сайт просто не имеет конкурентов по уникальности контента и уровню его реализации. Фактически 1000auto.ru это каталог автомобилей, который поможет вам сравнить любые автомобили между собой и выбрать машину по вкусу. Ссылку на сайт 1000auto.ru я оставил в описании к этому ролику. Для этого в сети в свободном доступе были лишь рендеры, а также фотографии закамуфлированного прототипа автомобиля. Как видно, по итогу рендеры достаточно точно передают внешний вид внедорожника. Разница видна лишь в районе задней стойки. В то время как на рендерах она изображена очень узкой, серийный внедорожник получит куда более широкую заднюю стойку. И нужно сказать, что такой вариант выглядит куда более привлекательно. В этом есть внешние отличия и от прототипов, которые были засняты на испытаниях в Швеции зимой этого года. Серийные машины получат задние фонари и патрубки выхлопной системы иной формы. Дизайн передка нового Аурус Комендант в целом повторяет седан Сенат. Однако в деталях машины различаются. У Коменданта иная форма решетки радиатора, воздухозаборников и фар. Дизайн автомобиля претерпел серьезные изменения. Во время разработки финальный дизайн автомобиля очень отличается даже от того, который был зарегистрирован несколько лет назад в базе Роспатента. Аурус Комендант получил свое название в честь Комендантской башни Московского Кремля. Новинка должна стать прямым конкурентом таким ультрапремиальным кроссовером, как Rolls-Royce Culinan и Bentley Bentayga. При этом он будет заметно дороже, чем, например, люксовый рейндж-ровер или Mercedes GLC. Так же, как и седан Сенат, Аурус Комендант будет построен на единой модульной платформе. Последняя изначально проектировалась именно под кроссовер. Именно поэтому у седана и кроссовера с целью максимальной унификации одинаковый дорожный просвет, составляющий 20 см. Сама габаритная высота Коменданта будет лишь немногим больше, чем у Сената. Она будет составлять 1717 мм. Сравнение высота седана составляет 1865 мм. По расчетам создателя автомобиля, именно Комендант должен стать самой востребованной машиной в линейке. При этом снаряженная масса внедорожника будет все же несколько выше, чем у седана. Она будет находиться на уровне 2900 кг. Интерьер Аурус Коменданта будет в целом идентичен оному у Сената. Передняя торпеда будет полностью горизонтальной, без выраженного козырька над приборным щитком. У автомобиля будет полностью цифровой настраиваемый приборный щиток. По центру расположится экран мультимедийной системы с поддержкой голосового управления, сервисов Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто. Вопреки современной моде, множество органов управления автомобиля останется полностью аналоговым. Разработчики не стали переводить Комендант на полностью сенсорное управление. Как, например, поступили разработчики следующего поколения Mercedes S-класса. И надо признать, что в целом аналоговое управление является более удобным. Хотя и делает внешний вид интерьера несколько старомодным по современным меркам. Также у автомобиля сохранился традиционный селектор выбора режимов автоматической коробки передач. Его не стали менять ни на кнопки, ни на шайбу. Автомобиль будет оснащаться широким перечнем средств активной и пассивной безопасности. У него будет 10 подушек безопасности, системы ABS и ESP, адаптивный круиз-контроль, система автоматического экстренного торможения, система предотвращения столкновения с распознаванием пешеходов, система распознавания дорожных знаков, система отслеживания слепых зон, а также комплекс камер кругового обзора. Комендант Сенат уже успешно прошел краш-тест. Будучи к нему конструктивным близким, внедорожный комендант должен выступить как минимум не хуже. Комфортом также полный порядок. Салон будет отделан исключительно высококачественными материалами. Будет предложено множество вариантов цветового оформления интерьера на самый взыскательный вкус. А задний ряд сможет быть представлен в виде как единого дивана, так и двух отдельных кресел повышенной комфортности, оснащенных электрорегулировками. У задних пассажиров будут свои собственные экраны мультимедийной системы. У автомобиля будет система активного шумоподавления с помощью динамика в штатной аудиосистеме. В общем, по уровню комфорта новый Aorus Commandant не будет ни в чем уступать самым роскошным конкурентам. Что касается техники, то подвеска нового Aorus Commandant будет полностью пневматическая, что обеспечит крайне высокий уровень плавности хода. В качестве двигателя на начальном этапе заявлен лишь V8 объемом 4,4 литра, в паре с которым будет работать электромотор. Иначе говоря, новый Aorus Commandant будет доступен лишь в виде гибрида. Батареи гибридной силовой установки будут расположены под полом в багажнике. Совокупная мощность силовой установки составляет внушительные 598 л.с. Электромотор расположен между двигателем и коробкой передач. В качестве трансмиссии используется современная 9-ступенчатая коробка КТ. Ее ключевой особенностью является отсутствие гидротрансформатора. При этом коробка способна переваривать крутящий момент на уровне 1000 Нм. Производитель заявляет, что коробка должна без проблем пройти 250 000 км. За счет отсутствия потери в гидротрансформаторе КПД коробки составляет 97,8%. Иначе говоря, фактически на уровне механических коробок и роботов. Это позволяет улучшить динамику и снизить расход топлива. Вместо гидроблока в коробке используется система проскальзывающих фрикционов. Коробка отличается очень высоким диапазоном передаточных чисел. Это позволяет как улучшить динамику автомобиля, так и его экономичность на трассе. До сотни комендант, оснащенный такой силовой установкой, должен разгоняться приблизительно за 5,2 секунды. Это на полсекунды медленнее Сената. Увеличение времени разгона связано с более высокой массой внедорожника, а также его худшей аэродинамикой. В любом случае это очень быстро. Так, например, у ультрапремиального Бентли Бентайка такой разгон происходит лишь на 0,7 секунд быстрее. В будущем, если будет спрос, возможно появление и мотора В12. Данный мотор, получивший прозвище «Царь-двигатель», выдает внушительные 856 лошадиных сил. Изначально этот мотор должен устанавливаться на лимузин Aorus S700. Так, а пока что лимузин даже в бронированном варианте оснащается тем же V8, что ставится и на стандартный седан. В данный момент перспектива V12 выглядит несколько туманно. Во всем мире производители отказываются от таких моторов в силу того, что их трудно впихнуть в экологические стандарты. В то же время марка Aorus ориентируется в первую очередь на наш российский рынок, где таких требований к экологичности пока что нет. Поэтому при наличии интереса со стороны покупателей в будущем такой мотор может появиться. Впрочем, в будущем могут появиться и более форсированные версии мотора V8. Теоретически его мощность можно поднять на тех же 850 лошадиных сил. Покупную мощность силовой установки можно будет повысить и поставив более производительный электромотор. Машина, оснащенная таким двигателем, будет обладать просто ураганной динамикой. Разгон до сотни у него будет занимать около 4 секунд. В будущем возможно появление и бюджетной версии, ведь под единую модульную платформу разрабатывается и 4-цилиндровый турбомотор. При объеме 2,2 литра он выдает 245 лошадиных сил и 380 ньютон метров крутящего момента. С помощью установки такого мотора можно предложить более бюджетный вариант коменданта. Впрочем, для 3-тонной машины такой мотор все же слабоват. С ним разгон до сотни у коменданта будет составлять приблизительно 10,5 секунд. Это далеко не премиальный уровень динамики. Что касается сроков серийного производства, которое будет выполняться силами холдинга «Солерс», то оно ориентировочно должно начаться в 2022 году. Изначально назывались более ранние сроки. Но, очевидно, с постановкой автомобиля на конвейер возникли некоторые сложности. Теперь же правительствам дана четкая установка больше не откладывать сроки начала производства внедорожника. По просочившимся в СМИ сведениям, «Солерс», обладая ограниченными ресурсами, даже вынужден отложить запуск производства нового УАЗ «Патриот», который в народе получил прозвище «Русский Прада». Все свободные ресурсы компании, по сообщению СМИ, направлены именно на запуск производства коменданта. Простым же людям, которые хотят приобрести себе более современный внедорожник, очевидно, придется подождать еще несколько лет, так как «Русский Прада» теперь должен выйти не ранее 2023 года. Что касается цен, то они будут очень высокими. Новый «Аурус» комендант будет доступен лишь крайне состоятельным людям, но также должен вручать и госзаказ. Комендант будет использоваться в том числе и как автомобиль сопровождения. Также он может закупаться для использования спецслужбами, но в любом случае для серийного производства и массового выпуска необходимо, чтобы на автомобиль был спрос со стороны частных покупателей. Конечно, можно вполне рассчитывать, что состоятельные российские граждане будут покупать комендант из чувства патриотизма. С другой стороны, чтобы поддержать производство, государство теоретически может выделить им субсидии на покупку новинки. Ведь богатые тоже умеют считать деньги. В этом случае чаша весов их выбора вполне может лечь в пользу «Ауруса». А, например, не «Рейндж Ровера» или «Кулинана». В общем, насколько успешен будет «Аурус» комендант на рынке России, покажет только время. По прогнозам экспертов автомобильного рынка, цены на новый «Аурус» комендант должны начинаться от 21 миллиона рублей, то есть на 3 миллиона дороже, чем стоит минимальный седан. Естественно, цена может значительно вырасти, если клиент захочет оснастить внедорожник разнообразными опциями, либо получить какой-либо эксклюзивный вариант отделки. Иначе говоря, по цене комендант будет соревноваться с самыми дорогими премиальными внедорожниками, вроде «Бентли Бентайга» и «Роллс-ройс Кулинан». Цены на «Мерседес», «Джелси» и «Рейндж Ровер» меркнут на его фоне. А на данный момент это вся информация о новом «Аурус» комендант. Как только появятся новые сведения, я немедленно запишу видео и расскажу о них. Поэтому подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы сразу получить уведомление о выходе нового выпуска. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк. И написать в комментариях, какой премиальный внедорожник вы планируете купить себе в ближайший год. «Аурус» комендант, «Бентли Бентайга» или «Роллс-ройс Кулинан». И помните, только ваша поддержка позволяет мне уделить время созданию подобного контента. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр. Удачи и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok